Ночное небо Достичь его считалось невозможным. Так бы и оставалось, если бы эта мечта не захватила великого ученого-мыслителя Константина Эдуардовича Циолковского. Он верил, что человеку по силам преодолеть притяжение Земли и достичь космического пространства. Он вывел уравнение реактивного движения. Упрощенно оно утверждает, конечная скорость ракеты может превышать скорость истечения газов. То есть пока работает реактивный двигатель, ракета будет разгоняться и сможет достичь космоса. Стало ясно – космос достижим. Первая ракета, способная достичь космоса – Фау-2, была построена немецким инженером Вернером фон Брауном во время Второй мировой войны. Но использовалась она не для освоения космического пространства, а как оружие. После поражения гитлеровской Германии технологии ракеты попали в руки победивших союзников. В СССР человеком, которому предстояло возглавить будущую космическую гонку, стал Сергей Королёв. Именно его считают отцом отечественной космонавтики. В последующие годы он значительно улучшил конструкцию ракеты, заложив в нее идею многоступенчатости, актуальную и сегодня. Первая в мире баллистическая двухступенчатая ракета Р-7 конструкции Королёва преодолела 6700 километров от Москвы до Камчатки. 4 октября 1957 года началась космическая эра человечества. Ракета доставила на орбиту первый искусственный спутник. Этот небольшой цилиндрический аппарат диаметром всего 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма Транслировал сигнал, который мог поймать любой радиолюбитель в мире. От Москвы до Нью-Йорка, Парижа и Лондона. Через три с половиной года с космодрома Байконур в космос отправился Юрий Гагарин. Совершив один виток вокруг Земли, Гагарин исполнил неизбыточную мечту всего человечества. Планета встречала первого космонавта как героя. Через четыре года Алексей Леонов вышел в открытый космос. Никогда до этого человек не мог потрогать бесконечную пустоту. Следующей целью стал полет на другие планеты. Аппарат Луна-9 совершил первую в истории мягкую посадку на Луну. Венера-7 стал первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на другую планету Солнечной системы. Освоение Красной планеты началось с мягкой посадки аппарата Марс-3. Но трансляция с аппарата неожиданно прервалась через 14,5 секунд. Для долгосрочных научных исследований в космосе была запущена станция МИР. Настоящий корабль на орбите, о котором мечтал еще Циолковский. На ней провели тысячи экспериментов. А чтобы космонавты отдыхали, там даже была баня. Вместо пяти лет станция прослужила 15, и в 2001 году ее затопили в Тихом океане. Ей на смену пришла МКС. Международная космическая станция на орбите уже 23 года. Она в три раза больше станции МИР и была домом для 250 человек. Перед человечеством стоят новые задачи. Создание обитаемых баз на Луне и развитие космического туризма. Станет ли реальностью эта мечта? Как сказал Циолковский, планета есть колыбель разума. Но нельзя вечно жить в колыбели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова